В этом видео мы расскажем о том, как эффективно организовать в Пайрусе работу с фрилансерами и подрядчиками на аутсорсе. Аутсорс и фриланс – популярный способ делегировать часть работы профильным профессионалам, не нанимая их в штат. В Пайрусе вы сможете работать с ним в единой системе, как со своими коллегами. Например, в вашей соцсети ведет сторонний SMM-менеджер. Всю коммуникацию с ним можно вести в Пайрусе, включая обмен финансовыми документами, подготовку баннеров для постов, согласований текстов и другие моменты. Переписки в почте и чатах больше не нужны. Вся работа ведется в карточке конкретной задачи. К ней легко подключать коллег. А все файлы, обсуждения и согласования сохраняются. Чтобы подключить стороннего специалиста к работе в Пайрусе, нужно создать для него организацию. Организация – это не обязательно компания из нескольких сотрудников. Это может быть один человек. Создать организацию может и он сам. Тогда мы найдем его через глобальный поиск по системе и отправим запрос на знакомство. Подробнее о создании организации и приглашении к знакомству мы рассказываем в нашем видео «Приглашаем контрагентов в Пайрус». Созданная организация не будет принадлежать аккаунту вашей компании в Пайрусе, поэтому вам не нужно за нее платить. Ее сотрудник сможет бесплатно обмениваться с вами обычными задачами. Новые задачи по форме процесса, в который вы его включили, будут считаться в вашей организации, так как эти бизнес-процессы принадлежат вам. Познакомиться с сотрудником другой организации может любой ваш коллега, поэтому маркетолог может сам подключить к работе стороннего копирайтера, а финансист – бухгалтера на аутсорсе. Участие администратора вашей организации в Пайрусе не понадобится. После подтверждения знакомства приступаем к совместной работе. Ставим задачи, обмениваемся файлами, ведем все обсуждения и согласования в одной системе. Если ваш фрилансер живет в другом городе, то он может указать информацию о разнице во времени в своем статусе. Так всем будет понятно, когда он на связи, а когда рабочий день у него уже закончился, и ответа ждать не стоит. Все договорные отношения организуем здесь же. Обсуждаем договор самозанятого с юристом, высылаем чек бухгалтеру, отчитываемся по расходам на продвижение. Добавим нашего СММ-менеджера в несколько бизнес-процессов. Для начала создадим соответствующую роль, чтобы при смене фрилансера было легко поменять исполнителя во всех задачах, где он был задействован. Теперь добавим его, например, в процесс по организации вебинара. В нем он будет ответственным на этапе анонса, загрузке записи на YouTube и далее ее распространении в соцсетях. Подключим нашего фрилансера ко всем текущим проектам, где требуется СММ-поддержка, добавив соответствующие списки. Обратите внимание, сторонний сотрудник увидит только задачи, списки и формы, куда вы его добавили, а также ваши общеорганизационные формы, если он состоит в каких-то ролях. Вся остальная работа вашей компании в Пайрусе останется до него недоступной. И, наконец, самое интересное – как контролировать работу фрилансера? Вечный вопрос. И контроль сроков и учет рабочего времени в системе могут быть отличным решением. В Пайрусе в любой задаче можно поставить срок ее выполнения. Накануне его наступления задача станет оранжевой, а в случае просрочки – красной. Цветовой статус будет виден как исполнителю задачи, так и ее автору и другим участникам. Для учета затраченного сторонним сотрудником на работу времени есть специальная форма. Давайте посмотрим, как она работает. Подключаем готовый шаблон «Учет рабочего времени». Отчет по этой форме можно заполнять по каждому типу работ или по рабочему дню в целом. Предусмотрено и согласование переработок. Сотрудник указывает подразделение или направление, к которому он относится, отработанное время, выполненные за него задачи и выбирает ответственного за контроль его работы менеджера, который согласует отчет. Все отчеты будут видны в реестре. Можно быстро отфильтровать и выгрузить, например, все отчеты за последний месяц, чтобы посчитать общее число отработанных часов для оплаты. По завершении работы со сторонним сотрудником просто удалите его из всех ролей, списков и задач, в которых он участвовал. Доступ у него останется только к тем задачам, в которых он оставлял комментарии. Организовать таким образом работу можно не только с фрилансерами, но и с любыми компаниями-контрагентами. Например, маркетинговые рекламные агентства сотрудничают с множеством сторонних подрядчиков, ведущие, кейтеринг, рекламщики, блогеры. Список бесконечен. В Пайрусе они могут работать со всеми контрагентами в одной системе, не теряя задачи, макеты, документы и важную информацию по почте и чатам. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и жмите колокольчик, чтобы оперативно узнавать о выходе новых полезных роликов о работе в Пайрусе. Если у вас остались вопросы, задавайте их прямо в комментариях, в нашей группе профессионалов на Facebook или напишите нам на supportsobaka.pyrus.com Субтитры создавал DimaTorzok